По событиям 30 сентября в Одессе, активисты Одесского Евромайдана. Надежда Ешан, Ганна Антонина Рудык, Николай Косюк, Михаил Голубев, Марина Изосимова, Наталья Петропавловская. Пожалуйста, Татьяна Бурбуленко. Только одна просьба, каждый раз мы будем читать, с нас представляется, хорошо? Хорошо. Ну, выступающие, да. Да, я попрошу текст заявления зачитать Николая Косюка, это бывший лидер правого сектора. Я, ну, не лидер. Да, участник правого сектора. Николай Косюк, волонтер, который помогает собирать на дом. Мы, те, кто стояли на Одесском Евромайдане ради того, чтобы Украина стала европейской страной. Сегодня мы заявляем свою позицию по поводу событий, происходящих в Одессе 30 сентября. Избиение Настера Шуфрича и выбрасывание в мусорный бак волонтера. Осенью прошлого года мы вышли на Майдан для того, чтобы в стране произошла революция достоинства. Это не просто название. Мы выступали против действий власти, которые унижали наше человеческое достоинство. Мы отстаивали право народа свободно выражать свои взгляды. Мы вышли ради созидания, не ради разрушения нашей страны. Сегодня мы честно работаем. Каждый на своем месте. Мы помогаем фронту и беженцам. Мы, не пряча лица, создаем общественные организации для контроля власти. Мы делаем все, чтобы Украина процветала. В это время находятся люди, которые, прикрываясь необходимостью бороться с агрессором, действуют методами, против которых боролся Евромайдан. Эти методы в первую очередь унижают достоинства не политиков, которых бросают в мусорные баки или сбивают толпой. Эти варварские методы передают саму идею европейской Украины, в которой главный должен быть человек, его права и свободы. Эти методы отпугивают и оскорбляют чувства огромного количества наших сограждан. Мы понимаем, что во время военной агрессии радикальные настроения нарастают. Работая волонтерами в госпиталях, помогая раненым беженцам, мы, как никто другой, понимаем природу гнева против тех, кто до сих пор вынашивает планы раскачать ситуацию в Одессе. Тех, кого финансирует агрессор. Тех, кто совершал преступления против украинского народа. Но при этом мы понимаем, что бросить человека в мусорный бак гораздо легче, чем заниматься тяжелой правовой работой по реформированию страны. Мы понимаем, что картинки избитых и униженных людей работают на поддержание мифов о фашистской Украине, созданного российской пропагандой. Мы понимаем, что эти методы отворачивают от нас цивилизованный мир. Мы знаем, что эти действия дестабилизируют ситуацию в Одессе. Осаждая методы выкидывания в мусорный бак, мы понимаем, что народ прав по сути. Но если мы хотим отстроить новую страну, мы, Евромайдан, должны выходить и требовать власти ответных шагов, законов, не позволяющих преступникам и проходимцам оставаться при власти и идти во власть. Мы готовы к качественным изменениям и требуем срочных реформ всех ветвей власти, законодательно-исполнительно-судебных. Мы еще раз напоминаем, что так, как было при Януковиче при старой системе, уже не будет. Срочно требуем подписания закона Украины на иллюстрации, полной перезагрузки власти. Не надо бояться Левочка на его вассалов. Народ изменился. Мы не успокоимся и не примем как должное то, что не только методы, но и лица прежних хозяев жизни остаются на политической и властной карте страны. Мы меняли власть не для того, чтобы сыновья генпрокурора и президента страны шли тем же путем, что и сыновья генпрокурора и экс-президента. Мы хотим качественных и ощутимых изменений, начиная от администрации президента и заканчивая районной администрацией. Помните, мы вас избрали. Наши братья и сестры расположили свои головы за право жить в свободной и независимой стране, где доминирует право, а не телефонный звонок, где побеждает справедливость и не сиюминутная выгода, где работают социальные лифты для умных, свободных и честных людей, а не возможность карьерного продвижения только своих детей и кумовей. Уважаемые представители новой власти, мы требуем, чтобы выслужили закону и народу. Мы призываем всех участников Одесской Евромайдана действовать правовыми методами, и взвешивать последствия от методов, которые являются радикальными и вредят имиджу и Одессы, и Украины. Да, правовые методы – это тяжелый и медленный путь, но это единственный путь, который позволит сохранить мир. Мы не должны допустить гражданское противостояние в Одессе. Спасибо. Нет подписи только наших, надо писать, короче. Нет, ничего не будет. Если не поможет. Да, и потом... Да. Да, так же. Можно против. А можно это в осенне разговоры? Нет, выступление будет. Оно будет в электронном виде. Оно будет в электронном виде. Так. Я поглассирую. Спасибо. 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 Я хотела бы от себя добавить, что моя такая думка, что сегодня Нестор Шуферич и таки, как он, то есть те, кто был в партии регионов, те, кто причетные к событиям на Майдане, те, кто причетные к тому, что происходит сейчас на Сходе, они должны не ездить перед выборчими агітациями, а должны давать ответы в прокуратуре, должны давать ответы на вопросы следствия, что они делали, почему они были на Майдане, почему они Беркут поддерживали и так далее, и почему погибли люди. Те, что они пока не там, а ездят по Одессе, по Украине загалом, и дает такой результат, люди мучилися от этого. И мне было очень прикольно дивиться в записи, потому что я, на жаль, или на счастье не была в обл. адміністрации, когда произошла ситуация с Шуферичем, мне было очень больно дивиться, как они провокативно выводят из себя моих друзей. Тих, которые с первого дня Майдану были на Одессе, Майдане, те, которые ездили до Киева, те, которые побывали в зоне АТО, которые видели смерть, когда люди ишли на смерть за Украину. А сегодня эти люди, чтобы я их не назвала, так как они на это заслуговывают, ездят по Украине и начинают снова выдержать наше население и делать провокации, и делать картинки на телеэкранах. Я категорично против этого, и я бы хотела, чтобы наша влада обратиться на это внимание, потому что это, что происходит, это происходит не по-европейски, это неправильно, но это то, что накипело. У влады сейчас есть все возможности это остановить и правовым шляхом, шляхом, соответственно, до законодавства, остановить и наказать тех, кто на это уже давным-давно ждет и заслуговывает. Поэтому моя такая позиция, поэтому я сегодня подписала таке звернение, звернение до президента, до нашей влады. Спасибо. Яшан Надия. Яшан Надия. На Евромайдане я была буквально с 22 листопада. Наталья Петропавловская. Я подписала это обращение, конечно, со смешанным чувством, потому что, с одной стороны, там мои друзья, люди, с которыми мы прошли весь Майдан, с другой стороны, это радикализация общества, которая может привести к необратимым последствиям. Поэтому, вот вы знаете, накануне этого события группа активистов Евромайдана была в прокуратуре, и мы требовали от прокурора, чтобы создать межведомственную комиссию между СБУ, милицией и прокуратурой по отслеживанию ситуации с нарастанием и раскачиванием сепаратистских настроений в Одессе. В Одессу зашли деньги, это понятно, это видно по активизации сепаратистских настроений, и вот приезд Шуфрича – это очередная провокация в череде этих событий. Поэтому мы говорили о том, что милиция, прокуратура, СБУ своей бездеятельностью провоцируют все эти вещи. Для того, чтобы собрать людей, вернее, создать эту группу, для того, чтобы туда вошли общественники, чтобы мы, так сказать, работали вместе с властью, помогали, отслеживали, и вот такие события, как произошли с Шуфричем или в Випице, мы могли бы предотвратить. Но если бы это была совместная работа. Сейчас мы абсолютно не видим со стороны власти ни области, ни города, ни страны желания навести порядок в стране. И наша вот эта позиция – это беспокойная позиция, и мы хотим довести до нашего президента, в первую очередь, что мусорные баки, которые, конечно, не являются демократическим методом решения вопросов, будут, могут стать, могут стать розовой мечтой. Потому что, скажем так, терпение украинского народа находится на пределе. А надо отдать должное, что мы действительно европейский народ, понимаете, и действительно мы проявили колоссальное терпение, колоссальную выдержку. Мы три месяца стояли на Майдане в мороз, когда поливали людей в 20-ти градусный мороз водой, холодной, понимаете, применяя пытки Карбашева, мы стояли и просили и требовали от власти, чтобы она услышала людей. Сейчас такая же ситуация. Если власть не понимает, не чувствует, то, к сожалению, мы не остановим этого. Это исторический процесс. Поэтому мы еще раз, поэтому я и подписала это письмо, потому что я против радикальных методов, но я понимаю, что когда не работают абсолютно никакие правовые методы, когда не работают суды, когда не работает милиция, когда не работает прокуратура, когда вот эти вот морды, которые довели страну абсолютно до хаоса, понимаете, хотят вернуться в парламент, я понимаю, что у людей терпение на пределе. И поэтому, так сказать, адекватная часть Евромайдана, люди, которые, в общем-то, придерживаются европейских ценностей и демократических принципов, выступают за то, чтобы мы нашли консенсус. Благодарю. Михаил Голубев, так? Ні. Ханна Антонівна, пожалуйста. Ханна Антонівна Рудик. Власне, приеднуюсь до сказанного попередніми промовцями. Підписую це звернення активистів Евромайдану, тому що дуже тревожно за наростання радикальных настроев серед тих, з ким ми відстояли Майдан з перших днів і до сьогоднішнього. Розумію, що суд народний, праведний, але коли він вибухне гнівом, якого вже не зупинити, який може знести на своєму шляху все. Це шлях не цивілістаційний, хоча і зрозумілий. Хочеться дуже боляче, коли ті люди, які оголеним нервом сприймають навколишню дійсність, завтра будуть звинувачені у тому, що вони побили того, хто цього заслуговує, бо представники держави, представники владних органів, міліції, прокуратури не прореагували вчасно так, щоб все це зробити цивілізаційними правовими методами. Тому мій підпис стоїть під цим зверненням. Михаил Голубев. Дякую за перегляд, Михаил Голубев. Я активист Ромедан з первого дня, коли пам'ятника Пушкину собирались. Боле того, я був в ту ніч, коли наша доблестна, в кавычках, милиця палатки Алексея Черного сносила. К сожалению, я не дождавался, тому що я ушел в три ночі, не було ще решення суда, і як-то я так подумав, що якщо в три ночі не було решення суда, то, наверное, там, де-то до восьми утра вони вряд ли успеют принять їх звернення суда і знести палатку. Але милиція, коли їм треба, вона работает. Це моє представлення. Я підписав це письмо, згадувався з тим, що написано, але це така точка консенса, що я хотіла себе лично кое-что сказати. Мене дуже трудно выступати, тому що я акцентирую на тому, що я виступаю проти методів, определённих введенням політичного БФБ. Не проти конкретних ввіднений, а проти методів. Радикалізация пугає в обществі, в одягі цілком, і пугає, я б також сказав, не тільки радикалізація, а вот цю степень, ускорення її. Тому що от менших доз вона ввеличивається. І ми перешли вже до точки насилия, такого прямого насилия, я би сказав, прямо немотивівівно. Безкорно, я господин Шуфрич, це людина, який мене не сказав в мене. Ну, ось такий пример. Партия Радына, всім известна, вона публиковала заявлений, в якому пугає, що теж радикалізація, вони теж паяться, і кажуть, що скоро придеться політичне убийство. Ну, я можу напомнить партию Радына, що недавно було покушення вже на Андрея Юсова, політика, вже є, попутка убийства політика. А вони, звісно, забыли про Юсова, який їх непримаємий опонент. Так що, і безусловно, попутка убийства Юсова, це на порядке, просто на порядке хуже, ніж то, що зробили активісти ОАГА. Але, тим не мене, таке показне насилие, пусть даже збіяние на камері, це дуже опасний прецедент. Опять-таки, це в 2007 році господин Марков здесь відпочився насилием, не було наказано в полной мере. За це і те, хто участвував. Тобто, насилие на камері дуже опасне. Наприклад, я к партії Радына отношусь хуже, ніж к Шуфричу. На саме це мое мнение лично. Просто партия Радына работает на Путина напрямую, без всяких кивоков, без всяких скидок. Це просто агенты Путина напрямі. Вони були, є і будуть. Але, якщо ми почнемо так менять сомнення, нікого треба забити. Тобто, единственна точка, де ми можемо садись, це ноль. Нікого не забити без суда і т.д. Тобто, якщо ми почнемо забити, хто плохой і кого бити. Тобто, вони його бити, тому що вони бити, що він бити. Я с ними согласен, що він біхай. Але я не согласен, що він біхай. Але я не согласен, що треба його бити. Далі. Значить, у нас вибори це стоять. Вибори і мордової, політика, в ці речі, с моей точки це, вони не змістимо. Далі. Як це буде вигляді в гляді в своїй мені? Я коли люди кажуть, що не важливо, це картинка. Мікається, що це важливо. Мікається, що це важливо. Мікається, що в нас, при сій тяжесті положення, є план ясний. У нас є, конечно, це війна тяжелая, але, яка війшла в какую-то стадію, на яку, будем надіятися, не буде розгорання військових действий. У нас є економічно тяжелий фронт, у нас є вибори. І у нас совершенно ясна перспектива, що ці реакційні сили, ці люди, які, дійсно, 16 января взорвали нашу страну законами, вони не будуть представлені там, в той мере, що вони змогут определять закону і політику. Так, негодяи туда прийдуть. Так, будуть подонки в Новой Раді, негодяи, будуть. Котори, дійсно, заслуживаються найниській, з моєї точки зрения, моральної оцінки. Але вони не будуть определять політику. І тому нам потрібна наша задача, це ми йдемо на вибори. Ми маємо вибори. Ми маємо вибори у них, максимальний переїзд. У Кивалових, у всіх цих людей, партий регіонів, коммуністів, які нашу страну просто взорвали. Я помню, 19 января, ми ходили на марш, було чек 50. Одно із названий марша було «Послідний свобідний марш». Тобто, я действительно ужасна, тому що, помните, события тем людям, які 16 января, це була точка взрыва страни. Якщо б не були приняті ці закони, то, можливо, бувшло б безкровий, какой-то компроміс там, і як то ми жили б мир. Тобто, це, я дійсно, я считаю, негодяи і подонки. Але, опять-таки, ми маємо вибори у них на виборах, а не на вулиці пулаками. І що ще хотів сказати, що господин Ярош, і все-таки його уважаю за принципи, але все-таки, господин Ярош, є люди інші, які тоді тоді, і, будь ласка, господа із правого сектора, уважайте наші принципи тоді. Тому що, якщо прийде Путін, ми будемо на одній стороні. Можливо, в різних уголах, але на одній стороні. Пожалуйста, думайте не тільки о себе, яких-то узких интересах. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Кому вопрос сделає? Давайте я попробую задать общервний вопрос. Так. Кому скажу? Я шанс. Вполне простое. Во многом ситуация в страні определяється тем, що значительна частина населения обладає правами полной неприкосновенності. Которих нельзя прикоснуться ни при каких обстоятельствах. Собираєтесь ли ви після виборів поверитися до тим, хто буде избран вже не з просьбою, а з требованням, щоб депутатська неприкосновенность була либо знято, якщо це можливо, либо ограничено определеними поняттами, як це прийнято в большинстве странах. Про депутатську недоторканість, так? Ну, я вважаю, що депутатська недоторканість це таке якесь поняття зараз для нашої країни, воно не є правильним. Тому що під цією депутатською недоторканістю ховаються такі люди, як шуфри чи все інше. Звичайно, мені здається, що на сьогоднішній день треба, щоб депутати, ну, знову ж таки, вони повинні в Верховній Раді проголосувати, щоб зняли депутатську неприкосновенность. Так. Я буду в числі тих, хто буде за... Вопрос і все. Вопрос і все. Вопрос і все. Вопрос і все. Вопрос і тому, хто захочеть відповідати. От ви б висказались по поводу того, що люди привели, к примеру, Шуфрича, должны займати прокуратурою і все інше. Скажите, а як ви видите це практично? Шуфрич – дійсний депутат. Раді пока свою ситуацію не прекратив. Под действующим законом вам депутатська неприкосновенность. По выборному законодательству ничто не мешає йому участвують в виборному процесі і претендувати на місце в следующий раз. Каким образом міліція і хтось ще може тому відповідати при той законодательній системі, яка зараз дійснює? Попробуй мені це об'яснити. Можна об'єднити прокуратуру, міліцію і СБУ, можна їх роз'єднити, але законодательна система залишиться тут. В нашому законодавстві дуже багато є колізій, одна із них. Але ми знаємо прецеденти, коли депутати народні ставали не депутатами. Я думаю, що наш новий парламент на порядок бачу предыдущого він зможе прийняти нормальні законы, радикальний рехідний, який нам не давав робити известним балаласом. Всі ці 20 років. Балалас зараз дуже складний. І після прийняти цих законів можна бути справді з Шуфричем і Скиваловим і так далі. Я уверен, абсолютно уверен в тому, що цей парламент новий, не той парламент, який прийняв 16 років, а новий, він буде просто на порядке лучше. І не треба нагнетати панику, що вони пройдуть, да, немножко їх пройдуть, буде нескільки подонків. Але треба бороться на выборах, а не методами до нескільки подонків. Я ще раз повторюю, що ми вже дошли, що правий сектор інші 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 аціоналі менші такою утрату что мы становимся похожи на наших врагов. И это очень правильно, так в жизни всегда бывает, но мне не хотелось бы здесь, чтобы с любой стороны такие методы применялись в политике. Я понял, но спросил я о другом. Как вы себе представляете, что может сделать сейчас милиция и прокуратура, милиция и зубы? Сейчас я считаю, что... Я считаю, что сейчас ничего, да. Я считаю, что надо демократически идти на выборы и надо принять, что некоторые люди, одиозные, ужасные, с нашей точки зрения, они будут в этой раде. Я считаю, что мы должны... Мне это дико противно, и я заставил себя с этим смириться, но я считаю, что это единственный правильный путь. Да, пусть будет немножко подонков. Еще в следующей раде, может быть, их уже будет ноль. Сейчас их будет просто меньше. Наверное, сегодня сразу что-то изменится с шуфричем или подобными. Неможливо. Ну, побьемо, ну, выкинемо в бак. А лишь от этого ничего не изменится. Только вот так цивилизованно терпляче и идти до кинцевой метки, до очищения полного. Я немножко не согласна, что милиция ничего не может сделать. Значит, расследовать дела они могут, заводить уголовные дела они могут. И если есть представление генерального прокурора, то это выносится в парламентский зал, и парламентарии должны сами проголосовать за то, чтобы вывести этого человека. Вот если будет такой резонанс, и будут действительно расследованы дела, которые будут вынесены, вот пусть покажут поименно, кто проголосует против. Понимаете? Поэтому у нас вообще на сегодняшний день действуют, вернее, написаны неплохие законы. Их надо хоть как-то выполнять. Поэтому это не совсем вот так, что мы ничего не можем сделать. Если милиция и прокуратура наши хотят, мы прекрасно знаем, мы давно живем. Понимаете? Мы знаем, что они все могут. А другое дело, хотят они или нет? Ну, до выбора коммуникации. Ну, еще палатку сместили. Палатку они сместили могли, да. Да, он 5 направили. И расстреливать людей. Вполне конкретный вопрос. Что представители группы, которые, наверное, уже смотрели, что думают по поводу того, что открыто дело, и власть заявляет, что будет расследование в отношении тех, кто устроил этот инцидент. В ответ, как известно, вчера на пресс-конференции сказали, что в случае преследований они гарантируют общественную безопасность. Как в этой ситуации? Что вы имеете в виду? Что я имею в виду? Открыто дело. Следует ли милиции расследовать дело в отношении тех, кто избил Боря Шоплевича? И второй, как бы с этим связано, если будут преследования, они сказали, что будут, ну, не гарантируют общественную безопасность этот разгон. Ну, еще раз. Ну, во-первых, милиция будет делать то, что она считает нужным. Это я так понимаю, что они у нас спрашивать не будут. Но в отношении людей, во-первых, это спровоцировал однозначно Шоплевич. Однозначно, понимаете? Потому что то, что он приехал в Одессу, то, что он почему-то в фойе Ага начал давать пресс-конференцию, это абсолютная была провокация. И ребята, вот мы видели Сережу, который говорил, просто говорил то, что накипело. Но это был разговор. При этом Скорик кричал, что удай меня. Ну, это вообще смешно выглядело. Понимаешь? Удай меня, еще раз удай. То есть, а вот дальше, как развивались события, ну, я не берусь четко определять, кто там виноват. Но то, что они спровоцировали и они хотели, другое дело, что у ребят, конечно, которые возвращаются с фронта. Понимаете? У нас сейчас вообще ситуация... Вот мы разговариваем с точки зрения... Вот Голубев говорит. С точки зрения мирного либерального процесса, да? Вот у нас вроде бы АТО какое-то, а не АТО. А по факту все находятся в состоянии войны. И общество радикализировано. И общество действительно... Люди напряжены. Это продолжается уже, ну, если с ноября, почти год. Понимаете? Ребята, которые пришли с фронта, там, где стояла цена не просто там каких-то выборов, а цена жизни, и они заплатили, многие друзья, друзья этих ребят заплатили жизнь. У них есть погибшие друзья. Это абсолютно нормальная человеческая реакция. Другое дело, что... Почему вот эти вшуфрич и так далее, вместо того, чтобы покаяться, и понять, в какой ситуации находится страна, и уйти, и идти на выборы. Они, невзирая ни на что, продолжают вести абсолютно бесчестную, абсолютно наглую, абсолютно аморальную политику, которую вот они проводят. Я бы хотела еще додать, я была тут о 12-й године, или первой, когда началось все, ну, когда была бы пресс-конференция тут. И так сталося, что, пока не было, я спостерегала за тем, что происходило. Попри тих людей, яких я знаю, я неодноразово бачила на Євромайдане, прийшло человек 20-30 людей, яких я никогда не бачила, и они стояли окремо. Они не спілкувалися с жодноей людьми, то есть это были люди, не наши. Как потом все это произошло, я сто раз перетивлялася в видео, и, понимая, что провокация началась звезде. Как Наталя сказала, что провокировал скорик, провокировал шуфрич, они хотели спровокировать Гуцелюка, который так эмоционально говорил, что он говорил, то, что в него накипело. Мне бы очень не хотелось, чтобы сейчас нашли Гуцелюка крайним, потому что он ничего не делал. Судя из видео, он говорил на эмоциональных тонах, но мы его понимаем, потому что он говорил, что накипело у нас у всех. Кто начинал, кто бил и так далее, это уже вопрос, расследование будет, я думаю, что ответы будут. Но я думаю, что повесить это, в лапках повесить эту справу на людей, которые этого не делали, которые просто сварились и говорили свою думку, мы будем отстоять этих людей, потому что, если они ничего не делали, они невинны, значит, невинны. По поводу милиции. У меня есть совет абсолютно конкретный и очень короткий, потому что милиция у нас совершенно бессовестная. 19 февраля я тут уже был, когда избивали, я получил дубины по голове, не сильно, и мне когда было даже стыдно подавать какое-то заявление, потому что кожухаря избили в кровь, у Годиенко мотоцикл. Сейчас я вошел в группу, 19 февраля расследование, уже время прошло, и я вижу, что милиция абсолютно нагло, цинично, по свинству саботирует расследование. Поэтому Одесская милиция, я могу представить, что они патриотов угадают с большим удовольствием, а дела против, так сказать, демократов и тех же патриотов, когда их изглали, они будут тянуть годами, месяцами, вот они такие люди. Поэтому я уважаю господина Авакова, и единственное, что можно сказать, просто поменять Одесскую милицию максимально, насколько можно, потому что Одесская милиция это сборище аморальных, бесконцитных людей, наверное, 90-95% это люди, с которыми ничего хорошего быть не можно, они сделать ничего хорошего не могут, потому что они, в принципе, люди уголовного мышления. это мое мнение личное и безличное. У нас время следующего времени. Да, можно. Последний вопрос. Да, да. Как Авакова заставить это сделать? Это же не произойдет. Он у меня, друзья, на Фейсбуке случайно, я ему напишу, а как еще заставить, пусть думают другие. Я просто вспомнил, да, случайно, когда он был в изгнании, у него, видимо, мало друзей было, он меня зафрендил, так что я могу написать. Как другие будут заставлять, я не знаю. Текст заявления есть на детском кризисном медиа-центре, и мы приглашаем всех активистов, поддерживающих это заявление, прийти к нам и подписать его. У нас есть следующий брифинг, буквально минутный перерыв, и мы приглашаем вас на следующий брифинг. Спасибо.